Твердотопливная позиция – ВПК Логотип Федерального агентства по атомной энергии Брюссель требует допустить конкурентов Росатома на Венгерскую АЭС с Еврокомиссией Иритом Потребовали изменить условия контракта между Венгрией и Росатомом по поставкам топлива для АЭС ПАКШ Брюссель не устраивает, что единственным поставщиком выступает Росатом Что противоречит стремлению ЕГК к диверсификации поставщиков энергоресурсов Финальное решение еще не принято Будапешт продолжает переговоры с Иритом Но не исключено, что Венгрии придется согласиться на доступ к контрактам и альтернативных поставщиков Например, американской Венгрии и Росатому Видимо, все же придется пересмотреть условия топливного контракта для АЭС ПАКШ Вчера представитель Еврокомиссии ЕГК Анна Кайса и Тканин рассказала Что 2 марта по этому вопросу было принято некое решение Но его содержание конфиденциально и может быть рассекречено правительством Венгрии в ближайшее время При оценке новых контрактов на поставки ядерного топлива с третьими странами Не учитывается диверсификация поставок в соответствии с европейской стратегией энергобезопасности Отмечают в Брюсселе Переговоры Иритом Атомное агентство ЕС, входящее в него управление по снабжению САА, визирует все поставки ядерных материалов и топлива И власти Венгрии продолжаются Поясняют в ЕГК Контракты Будапешта с Росатомом включают по стройку на ПАКШ еще двух блоков по 1 гигаватт каждый Контракт действует с 1 января Сервисное обслуживание и поставки топлива Россия обещала выдать Венгрии госкредит до 10 миллиардов Но в феврале стало известно, что ЕГК и Иритом Изучают контракты по ПАКШу на предмет их соответствия законам ЕС Вопросы вызывал, в частности, выбор российского подрядчика по проекту Бестендера При этом источники Financial Times, FT Вообще уверяли, что ЕГК на прошлой неделе заблокировала соглашение Росатома и Венгрии Но это пока не подтверждается В ЕГК и венгерском правительстве опровергли блокировку соглашения в целом Отметив, что обсуждаются только поставки топлива По информации FT Иритом Не устроил топливный контракт Будапешт пытался обжаловать это решение в ЕГК Но не получил там поддержки Источник твердый знак, близкий к одной из сторон переговоров Говорит, что в ответ на жалобу Венгрии на решение Иритом ЕГК дала свои рекомендации по урегулированию спорных вопросов Но речь не идет о включении в контракт других поставщиков топлива Это технический вопрос, который будет оригулирован в ближайшее время, считает он Как ранее пояснял источник твердый знак на европейском энергорынке Регуляторы АЭС могут запрашивать информацию о проекте АЭС Но решение остается за национальным регулятором Но уполномоченный правительства Венгрии по расширению АЭС Пак Шатила Асади рассказал твердый знак Что Венгрии и Иритом Ведут переговоры о возможности привлечения других поставщиков топлива Чтобы усилять конкуренцию и иметь более безопасные поставки Первые годы работы АЭС с поставщиком будет только Росатом Уточнил он Исторически продажи топлива были привязаны к стране Производителю реактора АЭС Практически на всех АЭС российского и советского дизайна Используются топливные сборки ТВЭЛА Топливный холдинг Росатома Но господин Асади напоминает Что опыт использования сбора к американской В российских реакторах уже есть у Украины Южноукраинская АЭС И Чехии АЭС Стемилин Покупка топлива в комплексе с основным оборудованием реактора Проектно инжиниринговыми услугами и сервисом по обслуживанию АЭС Выгодно с точки зрения загрузки заказами всей цепочки предприятия Росатома Но в общей стоимости АЭС топливный контракт составляет меньшую долю Основное – это поставки российского оборудования Отмечает глава независимого издания Александру Варов Этапы производства сборок уже диверсифицированы На мировых рынках добычи, конверсии и обогащения урана Работают компании из нескольких стран, отмечает эксперт Именно такой подход к диверсификации наиболее безопасен с технической точки зрения Считает господин Уваров Так как обогащенный уран независимо от того, кто его производит Практически не влияет на эксплуатацию АЭС Он полагает, что Росатом может найти компромиссное решение по топливу с ЕК Анастасия Фомичева, Елизавета Кузнецова 16 марта 2015 года Права на данный материал принадлежат коммерсант